так кровли нам пока такой хватит вот как определиться с толщиной кровли мы уже поняли для нее надо создать многослойную конструкцию это мы рассматривали уже создание многослойных конструкций теперь перейдем к нашему основанию есть еще ничего не понятно мы закрепились на том что у нас будет сколько 100 цоколя 600 должны будем спуститься внешние ступени делаем гостовской высоты по 150 надо спуститься на 4 подъема для этого для этого нам нужно создать площадочку для наш вот у нас дверь вот мы тут будем выходить глубина площадке метр 80 ты посмотришь по террасе перекрытия вот она у нас перекрытие тоже конструкцию смотришь вот здесь разрез 1 и 2 железобетонная плита клей плитка плитка толщиной взял здесь десятку все тебя есть уже такая конструкция поэтому вот берешь многослойная паладин там помню 15 было ну пускай будет 15 и на разрезе разрезе на своем подтягиваешь так чтоб железобетонку свою сопричь сопрячь дальше спускаемся мы дам через не до резана поэтому продолжаем продлеваем разрез нужно спуститься берешь или строишь поле линии свой спуск 300 150 шифтом 300 150 шифтом 300 150 эти ступени пошли вот отсюда ты начал и пошел вниз дальше отбиваешь контроль контрол все ребра на 15 или сколько вот тут у нас на случай на 15 контролл отбил на толщину клея и дальше создал наш 50 допустим тоже смотришь находишь нужный тебе разрез где он там ступеньки попали в сечение контролл работа с уровнями разрезы фасады открыл смотришь где мы режем вот b6 называется разрез он дошел и промерил соточка делаешь соточку значит h контролл д придвинул на 50 спустил сопряк с шифтом я это делаю вот и дальше вот здесь вот у нас ситуация следующая так в шестой разрез вот эта штука 300 и забориться надо на 600 короче короче это неважно это не конструкцию делаешь борешься на 150 и дугой убиваешь себе линию в 300 все теперь линия проводишь вверх теперь штриховкой все дело пробиваешь до сюда дальше выделил морф взял волшебной палочкой клацнул все это создалось вот такая конструкция общая перспектива вот она конструкция это вот железобетонная конструкция делаем допустим и она полтора всегда посмотришь на сколько нужно сделать все дальше вот так в каркасный вид перешел на ребре добавил еще одну точку вот давай запозиционируем control d вот по центру двери что там опять таки так сюда одну точку сюда одну точку это задавил сюда что мы получили ну тут это не важно давай до конца это проведем туда сюда что мы получили мы получили железобетонную конструкцию да теперь это надо накрыть плиткой все видишь смартфон удобно заходим в разрез взяли штрихулю поменяю цвет поменяю цвет создал да выделил морф взял и внутри этой выделенной штуки класс с пробелом перспективе взял нашел вновь созданный морф по грани оттянул перетянул и задал ей краску все у тебя плитка есть по бокам по аналогии борты достроишь конструкция крыльца у тебя есть конструкция крыльца у тебя есть конструкция крыльца контроль л пока нам эти разрезы фасада не нужны все вот где она вот здесь тебе надо взять короче вот такая штука она будет сбивать с толку поэтому нашел чик и штриховочкой прорисовал то что тебе нужно оставить какие линии показать на чертеже за ступени нету взял и растянул это все то есть это уже пол террасы у нас осталось только переназначить то есть все штриховку не прорисовал на своем этаже это же а вот это перекрытие взял и правой кнопкой переназначил в цоколях вывел теперь у тебя фон ты выключил есть только необходимые тебе линии понял да для чего это делается здесь создал линию направления движения здесь кружочек покрасил все в черный вот таким образом да и перекрытие теме создал борты если они у тебя будет тоже ты архитектор ты думаешь будут или не будут ну и вровень неаккуратно некрасиво вот чуть-чуть выпустил их за все дальше общей перспективе взял их поставил на свои места с альтом я взял свойства пипетки либо здесь назначил сюда все дальше вот это вот уже будет земля чем мы дальше делаем мы дальше берем наш разрез фундамент вот цоколь ну или там какой-то этаж будешь размещать берем стенку по центру да или как там у нас она будет железобетон ей задаем железобетон так и вот она у нас должна быть шириной 30 она у нас уже не сруб обычная она у нас уже бетон уложенный окей здесь перешел теперь тебе надо стянуть твои стены группы замкнул вниз под бетонную плиту группу разомкнул и по чертежу и по чертежу разместил их правильно логика понятна да ну и дальше вот раз относительно этой стенки и относительно вот этой стенки все выделил и пересек все у тебя фундамент готов только надо его теперь по высоте правильно подоткнуть и замыкаешь группу и вот до сюда где то взял сделал то есть вот здесь будет уровень земли окно у нас пойдет ну вот это у нас уровень низа ростверка ростверк это ленточный фундамент который объединяет свайное поле все остальное сделаешь на свое либо вообще забыть про свое это сейчас не конструктив делаешь вот можно удалить можно подтянуть уже уточнили глубину фундамента вот здесь вот это 300 залегания должно быть ну тебе сейчас это не суть важно а вообще мы об этом коснемся в отдельном уроке вот дальше мы моделируем тротуар тротуар у нас пойдет сначала отмостку да делаем вот отмостка это конструкция которая отводит воду от твоего здания взяли на метр отбили далее вот здесь сделали сделали тротуар вот тут подтянем так же было аккуратно все короче можно сделать эти борты поглубже было аккуратно сопряжение все теперь по вот этой части создадим теперь профиль бордюра бортового камня 150 на 300 такой бордюр либо есть у нас еще один бордюр это 50 20 70 80 на 250 берешь здесь половину здесь три части и вот эту штуку скругляешь таким вот мы получили сечение бортового камня вот опять выбрали морф и с волшебной палочкой пробелом клацнули по этой штриховке создался единичный элемент дальше что нам нужно сделать мы можем прям взять вот так линии морфом вот это все описать то есть это линия по которой будет идти наше сечение все теперь нам нужно вот эта линия и само сечение два еще один элемент возьмем потом расскажу для чего он нужен он нужен для того чтобы ты крутнул морф вот control и поставил его правильно и вот это будет внешняя точка у нас еще раз крутнул его внешняя точка это точка нашего бордюра все после этого вот ты заточку тянешь и выбираешь вот выдавливание по пути раз два три четыре пять также ты можешь нарезать единичный сегмент подтаскивать и топориком подрезать все теперь на разрезе опускаем эту конструкцию на уровень нашей земли уровень 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 земля пойдет ниже вот где-то тут неаккуратное значение давай его на сто сто тридцать семьсот десять это будет уровень земли т т т т понятно да теперь мы создаем перекрытие минусуем те конструкции отводим где мы проектируем оставляем здесь вот земельку давай я где-то соточкой вот здесь выбираем грунт покрасим зеленый чтобы чисто для тебя чтобы она понятна была читалась вот это все отмостка мы сейчас ее создадим как мы ее создадим угол наклона отмостки должен равняться не менее двум трем чтобы был сток сток воды и вот она у нас сходит от первой ступени понятно да дальше мы опускаем бордюр на эти сорок да и опускаем наши на 40 вот уровень земли у нас стился вот для чего нужно простроить разрез сначала вручную уровень тротуара есть у нас вот все теперь вот 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 эту всю штуку берешь вот отсюда и вот этой вот хватит это допустим там облицовочным камнем это мощение сделаешь не облицовочным а тротуарным он имеет глубину 65 и вот тут я угол наклона меньше сделал и сделать больше топориком взял и подрезал тоже выпустил топорик под эту штуку топорик под эту штуку это еще же не все тут у тебя идет через утеплитель 50 облицовочная плитка давай ее сделать двадцаткой это берешь опять таки вот сюда 15 20 всего таким образом ты это у тебя утеплитель это у тебя камень о чем это говорит о том что вот эта вся конструкция сместится сместится на вот эту толщину то есть удобно вот это все нафиг нет чтобы не нафиг надо просто вот скрытый слой пускать вот эту не стены x они будут называться а мы сейчас создадим вот такую многослойную конструкцию раз дубликат будет называться камень 15 клей пятерик и железобетонный ленточный фундамент 300 это это делаем 15 эту делаем пятерик эту делаем 300 эту удаляем вот эти слоя хватит здесь меняем на железобетон это у нас ядро это у нас отделка это у нас отделка это клей там какой-то это камень допустим окей все теперь здесь выбрать берешь чик чирик поменял и нашел свой камень клей железобетон все теперь берешь всю конструкцию а я неправильно сделал короче так сейчас стоп так заканчиваем с этой штукой в общем морф вот этот вот так сначала с конструкцией конструкция камень клей ножницы бумага мы сейчас чуть-чуть подправим открываем нашу многослойную конструкцию находим ее по имени камень вот сюда мы должны еще вставить слой утеплителя я его пропустил вот десятку короче такое дело значит двигаемся дальше сейчас сейчас добьем эту отмостку и сидишь работать то есть вот теперь нам нужно отодвинуть ее отодвинуть надо так чтобы вот у нас чистовая была метровая вот вот отталкиваемся оттуда диаметр выкупаем разницу ну вот это 70 70 да теперь вот смотрим первый этаж первый этаж дошли теперь те вот новый прикольчик 1 2 3 1 2 2 теперь разделяешь ну чтобы не пересоздавать это я ну как заодно и работать с морфами рассказываю вот на 70 отодвинул это на 70 отодвинул вот ты тут видишь порезал бордюр вот порежу его еще все вот это отдел теперь берешь очень классный инструмент правой кнопкой логические объединить все значит объединил теперь вот эта часть точно так же с ней поступаешь вот разделил сместил объединил тоже это можно и в плане делать если понимаешь что происходит вот сдвинул на 70 а теперь вот смотри ctrl shift ctrl shift раз подтягивается то что нам не нужно морф этот переназначил стабом дошел до морфа блин до морфа отошел переназначить третий кинем он не мешал по пустому по пустому месту выделил морф по пустому месту клацаешь ctrl shift зажимаешь и вот выделяешь сначала все потом отменяешь выделение остального тебе надо подтянуть только вот это сечение подтянуть его надо вот нажал то же самое сделаешь делаешь и здесь для этого можно вот косую чик ctrl shift зажал вот понял логику и стянул сюда переместил область навигации экрана и перерисовалась притормаживает изменения прорисовочка вот аккуратненько чтобы не зацепить соседний морф и отменял то что не надо передвигать раз теперь забыл переместить на 70 и теперь этот подтягиваешь раз вроде все сдвинул а вот это вот еще штука раз точно таким же макаром не тут надо все за один раз сделать то есть раз два три то же самое здесь выбрал чик чик стяну все красава не не красава ну короче это кропотливая такая вот работа но зато потом все будет красиво с с этим разобрались то есть у нас нам нужен теперь морф для нашей отмосточки вот раз вот 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 мы точно так же создадим сейчас создали теперь вот из разреза нам нужно взять эту штуку раз стянули глубина вот это не меняется просто мы сместили с учетом того что у нас есть отделка тут тоже видишь расклеилась чего хотел значит продлить этот разрез чтобы он нормально прорисовывался на разрезе берем вот это выделили активировали морфиус и с пробелчиком теперь общая перспектива нам нужно захватить нам нужно захватить значит что-то я в плане захватим захватим мир вот изменим просто высоту и мы сразу выкупим тут же ниже это наш вот он наш вот выбрали два и снова на рендер на удобное выделение стянем его аж под нас все теперь его нам надо развернуть сюда control m и вот осевает все теперь берем его за эту точку и перемещаем раз два два три четыре пять все вот эта мосточка готова ты можешь здесь плитку показать сейчас это не суть важная это еще с control shift зажал тогда мы выделяем грани только те которые нам нужны где тут у нас плитка коричневая так логика ясна да и все дальше ты смотришь и замечаешь что отмостка уже готова вот понял куда теперь здесь снял и видишь что вот это надо поменять на какой-то там коренная порода или вот она каменная кладка вот все понятно суть да вот эту штуку торец тоже красишь в коренную породу либо еще покажу еще одну тонкость тут надо вот взять вот эту вот и поднять наверх у нас у нас останутся только те элементы которые типа по нашим тем самым должны войти в сопряжение по приорителю я об этом там подробно позже расскажу я уже по поводу на этом акцентировал то есть вот теперь смотришь по разрезу видишь что у нас адекватное сопряжение многослойных конструкций вот она видишь здесь осталось окладной брус добавить окладной брус добавляется очень просто вот балочку взял этот элемент по сути как балка шириной 200 и высотой 50 вот попадаешь в сечение а теперь тебе его надо затянуть как его найти да вот затянуть вот сюда ты его покрась в сечении в какое-то такое отдельное чтобы он отделялся и читался все у тебя вроде все готово бордюрку как здесь продлить уже скорее скоординируешься то есть вот у нас есть окладной брус он ложится на нашу железобетонку вот на него уже возводятся бревна окладной брус он идет под всеми стенами закрываем мы его вот такой вот штукой вот тут найдешь вот она отлив третий этаж на третьем этаже у меня спрятан вот взял скопировал себе притащил в разрезе затянул его правильно вот так чтобы он накрывал внешнюю облицовочку понял там все туда видишь бревно отлив и пошел камень вот она четко красиво встала у этого я не на этом думе ну вот как приблизить быстро вот взял выбрал отрендерил и вот нажал увеличение по элементу по центру всего вот видишь все аккуратно топориком потом отсюда основные моменты у тебя есть то есть ты можешь простраивать домик целиком ну вот в принципе и все пока есть и и и